Как не стать жертвой вербовщиков? Какое наказание несут люди, которые нарушают закон о терроризме и экстремизме? Об этом узнали ученики 9-11 классов из 26, 139 и 178 школ. Для ребят выступил сотрудник полиции, ответил на интересующие вопросы и рассказал об ответственности за нарушение закона. Встреча прошла в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику противоправных действий. Каждый гражданин, школьник должен знать свой мир ответственности и знать, за что он может поплачиться в будущем. Сейчас интернет нас окружает, поэтому это, безусловно, очень важно. Нужно сначала думать головой, прежде чем переводить куда-то деньги, заходить на какие-то сайты. Нужно проверить информацию в интернете и только потом уже делать что-то. Кроме таких встреч, в школе 26 проводят учения, на которых рассказывают, как правильно вести себя при террористическом акте. Ведь учебное заведение большое и учатся здесь 2037 человек. В современном мире необходимо, чтобы наши ребята понимали, с чем могут столкнуться и в сетях интернета, и в обычной жизни. И, конечно же, безопасность наших детей, она стоит во главе любой тематики воспитания, развития. Ребятам, конечно, очень полезно и важно понимать, какая информация правдива, какая полезна, а какая будет, конечно, приносить урон. Учителя рассказывают, на мероприятия ребята ходят с охотой. Такие темы с ними обсуждают и родители. Я так думаю, что им нужно обязательно об этом рассказывать, чтобы особенно рассказывать последствия, какие уголовные ответственности в том числе, и чтобы они понимали, для чего это, чтобы они не попались туда, что это не нужно делать. Президент 26 школы Анастасия Назарова рассказывает, хочет выступить с инициативой, чтобы старшеклассники приходили к малышам и проводили с ними беседы. Эту тему нужно обсуждать. Я считаю, что в школе нужно обсуждать, что должны на каких-то лекциях эту тему как бы поднимать. Отметим, что мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма проводятся в самарских школах постоянно. Подрастающее поколение находится под контролем внимательных учителей и защитой сотрудников правоохранительных органов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова